добрый день дорогие друзья давненько мы не встречались студии проекта женский футбол беларуси но наконец-то это время настало сегодня у нас гостях виктория валюк футболистка национальной сборной беларуси и чемпиона нашей страны динамбу гуфка вика я тебя приветствую здравствуйте всем привет можно в любую камеру до махать да и приветствовать наших зрителей поближе к истокам может быть кто-то знает может быть не знаю что ты родом из славного города молодечно до 1 такая из культурных столиц но вот века не в сторону культуры пошла в сторону спорта сторону футбола и традиции то в принципе молодечно есть женского футбола да когда ты команда там выступала чемпионате беларуси среди женщин не знаю помнишь что эти времена или нет там или слышала может быть так вот я хотелось бы спросить до того как ты пошла заниматься футбола знала ли ты что вообще вот в городе есть вот эти секции что вообще в принципе это так не не новое для молодечно что-то а их не было вот я хотела вот я начал заниматься в 10 лет именно с тренером он пришел к нам в школу а до этого не было вообще надо было куда-то наверное обращаться ездить мы не знали куда идти и вот так получилось что пришел тренер в нашу школу хороший и я начала заниматься ты параллельно занималась и лыжами в школе до факт такой мне и параллельно получается лыжами занималась и футболом но мы нам уже футбол играли часто так вот пошла вот я на футбол именно чтобы заниматься они просто играть где-то во дворе на лыжах футбол но это так экзотически звучит зимой на лыжах а летом уже там играешь ты имела ввиду тренера виктора васильевича бойко да твой первый тренер ну мы по традиции спрашиваем я думаю что это всегда очень важно расскажи немножко о нем не было 10 лет когда он пришел ну что-то новое для меня конечно же упражнения какие-то давал которые там никогда ну такого не делала на технику учил там чему-то в пятницу у нас постоянно была тренировка игровая мы всегда ждали только ее а как тренер ну очень хороший человек очень хороший человек был уже нету с нами был очень хорош человеком я очень по нему скучаю хорош тренер давай еще так вот вспомним первые недели до первые месяцы футбольные до твои вот тогда дал молодечно это же такой период да ты говоришь 10 лет когда ребенок он занимается и начинает понимать его это линии вода тянет вот стороны или нет ну тебя футбол культы уже давно столько лет увлек а чем можешь вспомнить для меня футбол это прежде всего веселье для меня это эмоции я люблю веселиться и футбол мне это давал всегда и я играла и до этого ну то есть и начала именно то мне брат брал с собой на поля там но он ставил мне там на ворота то мячи подавать там ходи там на ворота поставил или там нападение на штангу чтобы этом не посолю я в пустые но тогда я уже занималась раньше мне нравилось всегда гонять мяч эмоции это эмоции футбол то эмоции веселье особенно женский футбол это в принципе и отличается в первую очередь эмоциями какого тренера не спросишь я думаю он будет согласен да с этим про горда попала ты в конце концов как и большинство в принципе футболисты тогда которые сейчас вот определяют принципе лицо наших команд главных до стране но не только там динамо да и минск но и других уже выпускницы они в общем-то по всей республике да по всем командам распространились вот этот период почему он важен почему нужно поступать если есть такая возможность учиться в горе вот как ты думаешь ну ты вообще вот я же с молодечной я получается уехала с родного города от семьи и это тоже но тяжеловато ты тоже чему-то учишься ты живешь как бы сам за себя но отвечаешь полностью сам и тренируешься там намного больше вот я тренировалась в молодечно разами три в неделю еще лыжи у меня были этом тоже играл получается и ну меньше тренировалась в любом случае чем в горько да вот попала туда и там там наверное больше уделяли деталям каким-то футбольным то есть я не задумывалась об этом раньше вот и получается мне кажется в этом плюс именно потому что я с молодечно сама может быть если девчонки там с минска там почти ничем не отличается допустим на тренировочный процесс от это все а когда ты вот молодечно как я вот там же по-другому все ты попадаешь другую сферу вот и растешь сам как игрок как человек уже вот так вот как у тебя там было с учебой сразу спрошу я хорошо училась но у меня средний балл восемь и девять после 11 класса достаточно хорошо но там я аккуратненько всем делала мы с лачи было в то время вот 11 класс и тренировки были вот во время занятий и я вот когда получалось приходила на занятия там аттестовалась быстренько и не приходила потом мне было свободное посещение вот и ну я так хитренько все делала и все принципе и закончила неплохо достаточно в школу но это здорово потому что зачастую идет крен до спортивную сторону и как бы на учебу ну можно так забивают да там не только там футболистки вообще в целом как бы у тебя немножко другая история и на самом деле вот это здорово что так еще ну просто нужно задумываться вот если отнимал что говорила если не футбол ну мало ли да вот и должна учиться в любом случае потому что должен быть запасной вариант у тебя в любом случае поэтому мама мне никогда не давала ну чтобы я там как-то хотелось бы чтобы все родители это принципе до спортсменов которые там в горе частности учиться на это настраивали это очень важно про сборная да вопрос в принципе ты всю вертикаль да прошла начиная там вот у 17 да и сейчас уже играешь национальной сборной первый свой матч в главной команде страны помнишь ли ты его и какие тогда эмоции тебя одолевали будем так говорить меня в первый раз вызвали когда я была высотча еще несколько было 16 17 у нас была товарищеская игра с эстонией по моему играли мы в манеже футбольном нашим эмоции 20 минут я по моему играла тогда волновалась конечно же еще такая история запомнилась мне на теории юрий иванович был тогда главным тренером вот я первый раз с ним работала и получается он сказал что я ему приснилось и что я забила гол вот и итоге я не за вышла не забила но все же посмеялись так с девчонками тогда что приснилось что забью еще не получилось ничего страшно ну я очень рада что вот в молодом возрасте достаточно уже вызвалась и ну дали шанс но это опять же вот мне кажется говорит в пользу обучения дар горе потому что ну до того как там туда стали принимать футболисток мне кажется такой практики не было чтобы с таких юных лет уже в национальную вызывая хотя бы подпускали ну может быть может быть я не прав друзья если если я не прав пожалуйста там в комментариях уточните этот момент а поправьте хорошо тему голов значит будем продолжать но тогда не забила как приснилось юрий иванович умолею зато уже больше года прошло с того памятного матча я думаю все мы его помним да был отбор на чемпионат мира матч со сборной чехии и мы впервые в истории женской команды обыграли чехию благодаря дублю виктории валюк собственно вика вспоминай эту игру как это вообще так все вышло получилось кстати у меня перед игрой колено болело им не его затейпировали но после разминки все это слезло я так пошла ну ладно да я не знаю как то все произошло спонтанно все звезды сошлись там передачи хорошие но удали там лера богдан очень хорошую передачу меня дала я там разобралась конечно мастер но очень сильно устала мне было вот я забила второй гол и мне было очень тяжело я там чуть дышала этом даже не праздновал я шла дышала потому что не было очень тяжело и уже после матча ночью мне тоже была плоховато и голова болела на 4 но перенагрузки такой серьезный вот конечно заслуга команды что мы там на терпели оборона тоже хорошо достаточно сыграла и вот выиграли чешек это просто мечта была класс я помню что да по моему наташа васкобоевич вытянула почти все да такая мы защитники там убивали уже там из пустых там мощи конечно я молилась вот вы мне заменили этом стояла уже поскорее закончилась то играю терпели могли кстати забить там 3 карина ольховика могла забить было бы полегче дышать но так все равно эмоции выбирали сильную сборную точь приятно я точно знаю что какой-то там интерес появился из европы да или каких какой-то там прям намек был на разговоры там агенты какие-то интересовались или скауты можешь как бы пролить больше света на на эту информацию было или не было интерес с клуба они козюпы dior вот они назвали перед лига чемпионов но у меня были к чемпионов и потом уже как бы не получилось и тренер наверное обиделся и уже зимой меня не звал вот так чтобы еще какие-то клубы я не знаю честно вот то насчет dior знаю а как ты вообще в целом но воспринял эту информацию когда очень приятно было очень приятно и мы не знала что делать как поступать тут но у меня действующий контракт был с динамо минском вариантов тут особо не было но в клубе об этом не знали только только ты одна там и со своим агентом не знаю знали ли в клубе ну вроде бы знал андрей валерьевич думаю он вроде бы знал динамо динамо было создано в 2020 году у нас сейчас слава богу уже 2023 и ни разу еще не было такого чтобы минск обыграл да у нас сейчас такое единственное на противостояние которая очень такой прям серьезная да и вовсе ждут один обувка минск вот почему так века ну вот у тебя точно я думаю свое мнение есть поэтому ну допустим прошлый сезон три игры мы пропускаем первые потом уже наверстываем и пытаемся забить им ну я думаю за счет наверное характера может быть ну банально там что мы не сдаемся мы давили давили и все-таки ну справились не знаю характер я думаю характер у нас динамовский да в клубе очень я знаю хорошо до относятся ну вы структура такая серьезная да и к женской команде там не меньше будем так говорить внимание в это чувствуется да я так понимаю постоянно да нету там каких-то перекосов перегибов в сторону там не знаю там мужской команды условно ни в чем вы не нуждаетесь и так есть до сегодняшнего дня хорошо понятное дело да что финансовом плане наверно ну динамо самое лучшее на сегодняшний день да может условия и футболисткам том числе предоставить вообще вот те 21 год до исполнился и вот твое отношение к деньгам то есть насколько как бы серьезно ты относишься к ним что это для тебя потому что ну знаешь как бы часто бывает так что люди в таком возрасте они еще не понимают до конца цену да как бы как они достаются как они зарабатываются ну вот ты я не знаю там складываешь куда-то там в котом очка себе там в этот самый в узелок или там направо-налево и мясоришь вот как ты относишься ну вот может даже не под не торопиться подумать карьера футбольная но она не вечная понятное дело и нужно вот если хорош зарплату тебя да то стараться в любом случае откладывать на ну на потом вот там деньги это важно конечно да всех есть потребности и кто бы что ни говорил но они нужны и я думаю что правильно что что если хорош зарплата у тебя там даже с ним не хорошее нужно откладывать любом случае к этому типа то не была бы так что ну деньгами а так достаточно как сказать прощительно относишься да и ну и расчет даже что-то конечно сетом балую могу там кроссовки там майк ну то любой наверное так чтобы прям раскидываться нет такого вот именно у меня хозяйственно у нас века и принципе естественно как будущая жена друзьям и присмотритесь пожалуйста я думаю что уже стоит ребятки смотрите про динамо продолжим дать тему такая такие вопросы простые кто вас в принципе самый веселый человек канди позитивный может девочки по-другому я думаю что это я насчет скромно скромно ну детки наверно наши там еще может скромные какие-нибудь еще под ней раскрылись может быть так чтоб скромные да не а в раздевалке музыка звучит конечно я главный диджей короче ты и самый веселый самый позитивный за музло тоже отвечаешь да на кислотный вал здорово кто самый дисциплинированный динамо тут просто без вариантов топ-1 на всех площадках а не пилипенко тот профессионал респект только кто больше всего дает поводов посмеяться в когда готовитесь к тренировкам наверное я все девочки стараются там веселить друг друга до позитивные у нас достаточно команда я считаю есть там приколистки сказать вот давай так вот чего бы тебе в принципе хотелось своей карьере достичь скажем или с команды дайли индивидуальном плане наверняка задумывалась я думаю об этом с командой но я бы хотела допустим вот сейчас лига чемпионов у нас вот хотелось бы пройти дальше очень бы хотела вот с национальной сборной хотелось бы от отобраться куда-нибудь повыше поиграть чуть дальше как будто на личном именно индивидуально ну тоже хотелось бы поиграть в другой стране в хорошем клубе как как все в принципе как многие вот и там поиграть хорошо вот чтобы я хотел я так понимаю в каких-то топ чемпионатах да прям серьезных кута аня создавая жала в германию как бы это уже какой-то ориентир ну да хотелось бы попробовать себя там когда-нибудь очень может сложным до вопрос показаться что себя со стороны всегда тяжело до оценивать тем не менее себя уже считаешь вот футболист когда которая состоялась да во всех во всех отношениях потому что в чемпионской команде выступают да не первый сезон национальные сборные как бы место ну не то что он там гарантированно но постоянно практику имеешь вот как ты себя может ценить но состоявшийся ли я игрок думаю что пока еще нет но я считаю себя хорошим игроком на уровне нашей страны чтобы быть состоятельным нужно поиграть где-то думаю не в беларуси там всем надо показать показывать себя в национальной сборной вот и там хорошо играть долгое время причем чтобы вот как допустим там линик настя не перепенка вот они долго уже на высоких на ролях и в национальной в чемпионате вот нужно долго играть так вот я думаю стабильно да долго стабильно мне 21 год думаю еще не долго и нестабильно вот ну все будет главное наверное избегать травм да да спортивное долголетие обеспечено мы в студии федерации футбола находимся да наш проект существует как бы в рамках деятельности до bff поэтому я не могу не спросить про время которое ты провела до короткая она была в команде а бфф у 19 расскажи пожалуйста про этот опыт и что он тебе дал так этом было где-то наверно полгода думала буду больше но так получилось и нас забрали с кристина тиховодовой и время было очень хорошее очень трогательное не знаю я наверное самое главное что я взяла там это уверенность себе ну что я могу что я хороший игрок что могу себя показать до этого мне такого не было но ощущение только после пребывания в команде а бфф вот очень хорошее время я участка мина и очень даже грустно становится как было тогда очень классно и приятно с девчонками с тренерским штабом нашим очень хорошее время совсем недавно жеребьев когда лиги чемпионов в первую отборочную рамду состоялась века и слушай я все понимаю да сложно конечно судить там когда ты не знаешь на команду ты представление о них имеешь когда там сыграл или хотя бы когда-то подготовить какую-то первичную инфу да ты уже мы тут видели да что и катя тому осени что-то сказала по поводу жеребьевки ну я думаю что что-то можешь и ты сказать да сперва чемпион молдовы если его проходит динамо то это уже более серьезная команда да аякс как ты оценишь жеребьевку ну же аякс сам на себя говорит название клуба его стан статус сначала нужно сыграть игру с молдовой и уже потом думать о аяксе него думаю так ну конечно будет очень сложно очень сложно нам но мы будем стараться в любом случае показать себя и пройти дальше чего и желаем века спасибо что ты к нам сегодня пришла успеха спортивного долголетия радуй нас пожалуйста и все будет хорошо спасибо тебе большое спасибо и вам